здравствуйте друзья мы с вами снова санта круз и погода теплая и на удивление в легкой в легкой такой курточки хэбэшной и даже жарковато немножко а как вам друзья вот такой сюжете очень-очень красиво много света вы видите друзья серферов и тут много сотни там слева справа и вот в свете вчерашнего разговора о компьютерных этих компьютер на зависимых тех кто в игры играет у них другой жизни нет вот я смотрю свет вот эти вот ребята они может у них тоже другой жизни нет смотри но все-таки твои получается так для здоровья неплохо по сравнению с компьютерными и соответственно они получают удовлетворение совершенно разных видов деятельности важно то к чему вот та деятельность за которой они получают удовольствие приводит в итоге да потому что не конкретно иванов петров сидр а вообще человек и все живое приводит было создано с единственной целью это выжить и воспроизвести себя поэтому будешь в это время проводить всю свою жизнь потому что мы знаем серфер которые до там заставить до дровой доски плавают зайчик я думаю они себя прекрасно это воспроизводят дают потомство или потому что нормальный человек который воспроизводит потомство нужно заботиться о нем а если он сидит на воде целый день как он договорится еще раз разные точки зрения одному одному важно чтобы его жизнь прошла со смыслом а в чем смысл спорта вот скажи вот спортсмен чем смысл спорта я думаю что это соревновательность это сопоставление например своего то он сейчас не мог встать а вот следующей волне он уже стал преодоление себя а может быть он в игре каждый раз тоже себя преодолевает и в этом есть элемент азарта а другой человек например скажут ну что же то вообще тратка времени вот так лежать и вскакивать нет надо вот научить кого-то как правильно делать другого научить опыт надо перекопали не что пусть они вскакивают они вскакивают правильно но надо же не потерять вот они уже научились так вскакивать надо это обобщить проанализировать и кому-то другому передать страшные люди Или создать компьютерную игру для следующего поколения людей. Ты знаешь что, я тебе скажу, гораздо увлекательней, я считаю, во всех отношениях более приемлемо, чтобы люди в танки играли в игры, чем, например, на реальный танк залезли и друг по другу жахали. Ты уходишь от темы, совершенно не то я хотела сказать. Так, давай. А говорю я то, что люди все разные, и одним доставляет удовольствие самим что-то делать, а другим доставляет удовольствие создать им эту игру, чтобы они чувствовали там настоящую реальность. И это совершенно другие задачи, и люди реализуются и получают удовольствие совершенно от других вещей. А третий, вот я прочла, мне очень понравилось, пишет комментарий, да, пишет парень ему 25 лет, он сказал, что в возрасте 21 года он тоже очень увлекался играми, проводил очень много времени. И в такой-то момент он вдруг подумал, а что же я делаю для всего человечества? И понял бессмысленность, бессмысленность вот этих занятий, что он в мире ничего не меняет. Если тебя интересует. Принесение пользы человечеству в целом. Да, я тебе об этом именно и говорю, что люди все разные, и у них совершенно разные ценностные характеристики. Ориентиры. Светик, скажи, пожалуйста, для тебя важно принести пользу всему человечеству или привычно нашей семье? Нет, для меня все человечество очень абстрактное. А вот у тебя как разный человек, поэтому люди разные, у них разные интересы. Но, 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 все-таки природа у нас не стала хоть разными, но как единый живой организм, как часть животного мира, да? И все-таки предназначены для воспроизведения. Поэтому роль семьи важна, потому что в семье вот происходят дети. Все, то есть все мы заинтересованы в том, чтобы выжить, то есть покушать и размножиться. Да, и поэтому, поэтому, если человек увлекается своими занятиями, они ему приносят компенсацию, удовлетворение и так далее, это все очень хорошо, но все-таки нельзя забывать о продолжении рода. И то, что родители беспокоятся, что мальчика нет девочки, они подскудно-то имеют в виду продолжение рода, а не девочку подскоковую. Но формулирует это, что мальчика нет девочки на сегодняшний момент. Поэтому... Светик, я хочу сказать, вот ты, как моя девочка, мне не только для продолжения рода интересно, но гораздо более широко. Но это же опять же, это опять же вопросы индивидуальные, интересовые, насыщение своей востребованностью, жизни и так далее. Но вопрос, вот я смотрю просто на это, говорю, а где норма, да? Вот человек проводит пять часов за компьютером или там 24 часа в сутки сидит. А где норма? Кто из них нормальный, кто и ненормальный. Только... И один человек это вообще ничто. Один человек это ничто. Для чего? Вот для тех задач, которые природу ставят перед животными, да? А один человек ничто, потому что речь идет о том, что должен выжить весь род. Видовое. Видовое, да? Поэтому получается так, что если видовое, какие-то более развитые цивилизации будут сидеть за компьютером, не давать потомство, а те, которые работают на земле, будут размножаться и так далее, и так далее, то мы немножко как бы уйдем в более такую примитивную... По мере проникновения компьютеров в более такие слабенькие страны, они перестанут размножаться, а будут... И будут, да. И это придет, и это может привести к исчезновению рода. Вот такие вот... Исчезнут такие страны, как Мексика, изменятся кардинально африканские континенты. Да, то есть поэтому... Красота какая, ты посмотри. Интересно. Только Кабала, Света, только Кабала ответит на те вопросы, которые тебя беспокоят. Вот тут мы увидели времяпровождение альтернативное к компьютерным играм. Хотя я, Света, думаю, что на самом деле можно было бы создать компьютерную игру, которая производила бы такой же звук, и по качеству, там, знаешь, блики солнечные. Все было бы вот как по-настоящему, и нашлось бы много желающих смотреть на это все на экране. Да, да, так как ты уже пишешь, и там люди получают абсолютно те же эмоции, плюс безопасно. Здесь можно очень навернуться. Вот они спускаются еще кофе в одной разу. Я с ужасом смотрел, как девочка шла со стаканчиком кофе, и вот она по этому склону, ребята, вот она по этому склону шла, причем босиком. А сейчас они по камням спустили. Вот отсюда, да. Просто по булыжникам. Да, просто по булыжникам. И вот мальчик этот сидит, вот мальчик шел с девочкой, вот у него есть девочка. А вот второй спускается, выходит. Что? Он спускается, вообще. Да. Он пошел с ней, он пошел с ней. Пошел, но у него там есть какая-то тропочка, он по ней обходит вдоль бережка, он где-то там обходит. Но он хотя бы в кроссовках, понимаете, в кедах. А эти просто босиком. И когда девочка вот к этому мальчику подошла, и вот там, где у нее бутерброд лежит, слева, она так думала сесть там или не сесть, потом поставила кофе и пошла босиком к водичке. Я думал, боже, неужели она сейчас вот так сядет, знаешь, с двумя руками занятыми. Но она где? Она туда пошла ножки? Она там у воды где-то, да. Мы здесь видим очередную иллюстрацию к Светиному тезису о том, что люди получают удовольствие от разных вещей. Мне, например, очень нравится вот тот дядька, если вы слышите звук аккордеона, он-то тут сел с нотами. И не то, чтобы он там здорово играл, абсолютно нет. Но, получает от жизни удовольствие. Нельзя сказать, что он при этом общается с кем-то. Хотя у него, видите, тут чемоданчик, и ему туда подбрасывают. Вот я вижу, там пару баксов торчит. А кто-то с камерой ходит, или он с аппаратом. Или с лялечками гуляет. Я хочу добавить про этого дядечка, который сидит, играет на картине. Да. Что, понимаешь, он может быть с таким диспутом сидит, например, и дома играть. Но это совершенно не тот кайф. Он приходит, он как бы отдает себя людям, да? То есть он, с его точки зрения, он всех делает немножко счастливее. То есть он играет на всех. Может быть, ему абсолютно на всех наплевать, но ему нравится вид, и свежий воздух. И, кроме того, ему еще туда доллары бросают. На подсознательном уровне он вообще сберегает. А еще мне вот эта собачка. Мне эта собачка нравится. Тут много разных собачек, но вот эта мне нравится. Собачка, смотри, какая ласточка. Ну, вот тоже пример того, как люди общаются. Да. Ой-ой-ой. Красавец. Тоже пришел пообщаться. Пахнет гаванской сигарой. Иногда марихуаной пахнет. В этом месте, только маячка много. Любителей так отдохнуть. Вот, и тоже кому что нравится. Хочется прямо подмонтировать собачий вальс вот к этим кадрам, потому что мы с вами смотрим на собачий пляж. Я с ужасом смотрю на эту девочку, которая с собачкой в воде играет. Она совершенно голая. И как бы, ей-богу, ну... Сейчас здесь почему-то мало собак и много детей. Обычно тут собаки одни были. Не, ну, подожди, собаки не одни, они собаки всегда с взрослыми. Но бывает много собак. Сейчас много людей, мало собак. Ты знаешь, две девочки в воде. Ой, мама, мама. А вот еще третий девочек. Да. Ну... Ну, все-таки сегодня какое-то сказки января, да? Чего? 17 января с утра, да. Это, друзья, такая иллюстрация к сказке о рыбаке и рыбке. Вот они, рыбаки, пришли на берег в Синее море, забросили свои спиннинги. Но поймают ничего, конечно, никто не знает. А если поймают, то выпустят без всякого выкупа. Иначе им штраф будет. Вот, друзья, маленькая голая ляля. Январским днем на Калифорнийском пляже. Гуляет с мамой и с собачкой. Ну что ж, друзья, закончим тогда, может быть, так, как тостом. Чтобы у каждого из нас в жизни январь был таким же солнечным и наполненным энергией. Субтитры подогнал «Симон»!